Лёжа на подушках, расшитых с золотыми шёлковыми нитками, Лизан Исакова сокрушается. Никакого к ней уважения. Но разве это евроремонт? Дует со всех щелей, пол скрипит. А мебель? Диван да кровать. Всё это, кстати, куплено за счёт благотворительных фондов и бюджетных средств. Но инвалид первой группы, уверена, женщина заслуживает гораздо большего. Ведь несколько лет Исакова якобы прикована к постели. Какое состояние может быть у перенёсшего четыре инсульта человека? Со всей поражённой сердечно-сосудистой системой и сосудов головного мозга. То есть с опухолями головного мозга, с опухолями всех органов и систем. Печальная история немощной женщины настолько тронула жителей Грозного, что они без капли сомнений принялись помогать инвалиду. Кто продуктами, кто купил бытовую технику, кто-то даже специальное кресло приобрёл. Подключились и чиновники, на бездействие которых она, к слову, регулярно жаловалась во все инстанции. Каково же было их удивление, когда к ним попали вот эти кадры. Кроме на них всё та же Лизан Исакова, только, судя по всему, уже полная сила какой-то невероятной энергии. Лёгкой походкой передвигается по квартире. Конечно, вряд ли происходящее можно назвать невероятным исцелением. Вот и соседи не поверили в чудо. Обратились к стражам порядка. Говорят, видели Исакову здоровую и бодрую у окна. Часто слышат, как она ходит в квартире. Тогда, собственно, сыщики установили камеры наблюдения в комнатах. Сложно, конечно, узнать в этом человеке ту самую женщину, которая со слезами на глазах молила о помощи. А потом стала её требовать. Дай мне хотя бы неделю, чтобы я это всё привёл в нормальные человеческие условия. Аппетиты неуклонно росли. Со временем Исакова потребовала отдельное жильё для своего младшего сына. Его все тоже, кстати, считали инвалидом. Без предоставления с моей стороны каких-либо документов и справок, просто по факту того, что я здесь такая лиза нахожусь, да, из-за этого они должны, и он, и профект района, да, должны исполнить все эти поручения. Профект должен вручить мне ключи или для моего сына, или для меня. Такому актёрскому мастерству, говорят правоохранители, могут позавидовать, пожалуй, даже именитые скороносцы. Ведь ни один мускул не дрогнул на лице, настолько Исакова вжилась в роль. Вот, например, услышав стук в дверь, не подозревая, что обман вскрылся, принимает нужное положение на кровати. Дверь, правда, не открывает, ссылаясь на плохое самочувствие. А затем снова возвращается к домашним делам. Кстати, кроме ремонта, женщина получила ещё и субсидии. Почти 700 тысяч рублей. Квартира просто обустроена идеально. То есть в этом районе, я точно уверен, что в городе будет трудно найти такую квартиру с таким ремонтом. Условия были шикарные, все это видели, все это подчеркивали. Надо сказать, никаких документов, подтверждающих наличие всех перечисленных диагнозов у неё тоже не было. В оправдании Исакова говорила, что медики якобы намеренно не выдают нужные справки и почему-то скрывают наличие опасных заболеваний. Впрочем, теперь, похоже, пришло время закрыть занавес. О чудесах перевоплощения и о том, как заработать на дорогой ремонт, не вставая из постели, Исана Исаковой придётся рассказать правоохранителям. Они возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщину вместе с сыном задержали и допросили.